Шуанинский храм Это христианский собор, который относится к исторической ценности. Склон, на котором расположен храм, ранее был плотно заселен, о чем свидетельствуют многочисленные древние постройки вокруг храма. В поселении, как и внутри самого храма, осталось большое количество погребений. Вот перед вами сейчас вот эти старинные постройки, они уже полуразрушены. Вокруг открывается очень красивый вид. Для того, чтобы подняться к храму, сделали вот такие ступеньки, потому что храм находится высоко на горе. Вот сейчас вы видите вот стены храма. Храм имеет два закрытых створчатых притвора – с северной и южной стороны. Вот такие живописные красивые уголки природы. До наших времен не сохранилось никаких письменных свидетельств, которые позволяют точно датировать церковь, и лишь только декорации, которые находятся внутри храма, могут пролить свет на хронологию этого храма. При входе можно купить свечу, оставив деньги вот в специальном ящичке. Внутри храма есть большое количество различных икон. Храм полуразрушен. Сейчас, на данный момент, его восстанавливают. Он находится под охраной. Очень много испорченных фресок, которые были на стенах этого храма, которые очень плохо видно. Большое количество икон датируется не так давно, которым 100, может быть, чуть-чуть больше лет. Но есть несколько икон, которые старинные. Иконы более современного, вот, оформления, это уже были отреставрированы и принесены жителями поселения. У подножия этого храма находится поселение Осетинское имени Коста Хитагурова. Остатки фресковой живописи родственны второму слою росписи в Синькинском храме. И поэтому было предположено, что церковь на горе Шуана, которая находится здесь, в которой мы сейчас с вами находимся, была датирована к концу 10-го, началу 11-го века. Вот красивый вид открывается вот на основной главный купол, храм. И, как я уже говорила в самом начале, что есть два входа в храм. При выходе вот из второго входа здесь открывается живописная картина. Перед вами сейчас вот именно поселение имени Коста Хитагурова. Здесь есть небольшая дорожка, которая ведет к небольшому навесу, под которым находится холокол. Вот вы видите, что на огромной большой горе находится этот храм. На него подняться очень тяжело. Только с одной стороны более пологий склон, по которому мы поднимались. И вот он, этот навес, под которым находится колокол. Очень большое количество людей посещают этот храм для того, чтобы посмотреть исторический памятник. Дорожка, она очень такая вот обрывистая, скалистая. Ее оградили железным вот таким бордюром. Вот они, еще старинные поселения, жители, которые находились около этого храма. Данный собор находится сейчас под охраной и является исторической ценностью, историческим памятником.